Всем привет! Я очень по всем соскучилась. Да, я знаю, что уже чуть ли не полмесяца прошло, а я только снимаю для вас видео о парфюмах сентября. Ну, вот такая вот я у вас бессовестная. Некогда мне, школа началась. Причем так как-то началась. Ждем, что будет дальше. Ну, не в этом дело. Топ-10 парфюмов. Не все парфюмы будут в этот раз от Avon. Один затесался. Не он. Но я надеюсь, что все равно вам это понравится. Тем более, что один парфюм будет тоже из каталога, только другой компании. Итак, на 10 месте. Здесь, кстати, сразу скажу, что из осенних парфюмов будет, по-моему, только один. Ну, может быть, два. Так как осень у нас началась очень жарко, я бы сказала, что на улице лето. Поэтому осенних ароматов вы здесь много не увидите таких прям. Но для нашего сентября будет самое оно. В общем-то, на 10 месте у меня аромат Little Black Dress All Fresh. Несмотря на то, что я его не очень долюбливаю, видно, что я им пользуюсь. Я все ищу его время, мое настроение под него. Потому что как-то, ну, знаете, выкидывать жалко. Не сказать, чтобы он совсем провальный. Это, скорее, весенний аромат. Он такой какой-то свеженький и немножко с водяной какой-то ноткой. То ли водяная лилия, то ли кувшинка. Или как там эти цветы называются. Ну, в общем, именно цветок, который немножко отдает вот чем-то таким, каким-то водоемам. Вот что-то из этого мне напоминает этот аромат. И, честно говоря, вот именно вот этот аромат водоема мне не очень нравится. А так аромат достаточно свеженький. На 9 месте как раз-таки осенний аромат. Я бы даже сказала осенний-зимний аромат. Это аромат... Как называется это? Это серия артистик. Что-то такое. Ну, да, что-то такое. В общем, с ирисом. С ирисом. Это тяжелый аромат. Да, я бы даже сказала, что это больше прям вот зимний даже, чем осенний. Это такой тяжеленький. Какой-то восточный, может быть, амбровый. Что-то вот такое прям... Ну, прям тяжелое-тяжелое. Это не всем понравится. Это на любителей. Это не такой просто вот стандартный какой-то аромат для женщин. Это вот прям на любителя. На 8 месте аромат, который очень похож на аромат, который на 10 месте. И тоже из серии платьев. Это Little Gold Dress. Только в отличие от Little Black Dress Aofresh, этот аромат, помимо того, что он свеженький, он еще немножечко сладенький. А так, да, похож на Aofresh. Нет здесь, правда, вот этой водяной нотки. Вместо нее именно что-то такое немножко сладковатое. Но все-таки аромат тоже, я бы сказала, что весенний. Такой свеженький, весенний, немножко со сладостью, но далеко не осенний. Что-то у меня он здесь какой-то покоцанный. Наверное, падал. На 7 месте Avon Soft Mask Dress. В общем, с шоколадом. Но я бы не сказала, что он прям с шоколадом. И это вот, да, это уже ближе к осени. Ну, может быть, на такую теплую осень, как раз-таки, как сейчас. И, может быть, даже на октябрь подойдет. Это что-то такое легкое, сладенькое. Не могу сказать, что с ноткой шоколада. Скорее, что-то отдаленное такое. Какао какой-то есть. Но далеко не шоколад. Такой дешевенькая такая плиточка шоколада. Ну, вот это уже, да, это уже ближе к осени. На 6 месте тоже, скорее, весенний аромат. Это Aqua Vibe Love Now. Огромный такой флакон, 100 мл. Не очень стойкие, да, эти ароматы. Они очень легкие. И этот аромат такой прям легкий, свеженький, цветочный. Какой-то вот аромат чистоты. Что-то такое незаметное, мне кажется. Вот это аромат для дома. Либо аромат для людей, которые не очень любят парфюмы. Есть люди, которые не любят парфюмы. Они не любят, когда от них чем-то таким прям неестественным пахнет. Они любят, когда от них пахнет чистотой. И они выбирают вот что-то такое очень-очень легкое, ненавязчивое, еле заметное. И вот это, мне кажется, для вас. Да, может быть, не очень стойко. Зато очень-очень легко, свежо, чистенько и приятненько. На пятом месте Attitude Amour. Аромат такой весенне-летний, очень приятный. Такой какой-то свеженький, розовый. Немножко сладенький, немножко цветочный. Немножко, мне кажется, фруктовый. Но вот такой он приятный, легкий, розовый, какой-то девичий. Да, наверное, да нет, не только на лето, вот именно весна-лето. Что-то такое жаркое, тёплое, как вот сейчас. Почти 30 градусов жары в сентябре у нас. Лето такое не было, жаркое, как сейчас осень. Но такое время очень даже. На четвёртом месте недавняя новинка. Это Scent Mix Tutti Fruitti. Летний аромат сладенький, фруктовый, конфетный. Да, может быть, эти ароматы не очень стойкие, но он такой маленький, бросил в сумку, чтобы можно было в любой момент освежиться. Зато он не тяжёлый, не навязчивый. Очень классный, мне очень нравятся вот эти малышки. И причём, наверное, в большинстве своём мне все ароматы из этой серии нравятся. Может быть, один аромат, вот какой-то был морской, какой-то он такой, ну, больше, меньше всех он мне нравится. А так, в основном, все ароматы очень приятные вот в этой серии. Может быть, ещё за счёт того, что они не навязчивые, нет такого, что прям душит. Потому что если аромат тяжёлый, то он должен быть действительно каким-то прям особенным, каким-то красивым. А лёгкие ароматы, они могут быть разными. Они могут быть свежими, они могут быть сладкими, они могут быть даже немножко горькими, они могут быть терпкими. Они лёгкие, абсолютно не душат. И вот среди таких ароматов можно прям вот всё, что угодно. На третьем месте лак Лимиталс. Это, ну, скорее, тоже весна. Он такой свежесладенький. Свежесладенький и немножко где-то отдалённо, мне кажется, есть какая-то древесная нотка, которая присутствует в лак Лави. Ну и вообще он больше похож на лак Лави, чем на обычный лак. Потому что он тоже какой-то вот такой сладенький, но не приторный. И из всех трёх лаков он, скорее, самый свежий. Но всё-таки со сладостью и очень-очень приятный. На втором месте тоже недавняя новинка, тоже из серии Сент Микс. Это Лавли Эппл. Яблочный аромат, очень приятный, летний. Прям вот яблочки такие сладенькие. И, ну, помимо яблочек, что-то ещё проскальзывает. Но всё равно он такой фруктовый, летний, приятный. Просто супер. Ну и на первом месте аромат, который как раз-таки не от Эйвен. Это аромат от Арифлейм. Это Джордани Голд. Очень он мне нравится. И, кстати, сразу могу сказать, что если мне нужно куда-то на выход, я вот очень часто беру его, потому что знаю, что его все замечают, обращают на него внимание. Он как-то притягивает к себе внимание. Очень он классный. Спасибо Свете огромное за такой замечательный подарок. Очень мне нравится этот аромат. Я его берегу тут, правда. И действительно, вот чуть ли не только по праздникам беру. Очень мне нравится. Он очень яркий. Это вот, ну, такой весенний-осенний аромат. Вот на тёплую осень. Сейчас тоже он хорош. Да и на прохладную он будет очень классный. Это аромат жасмина. Это аромат апельсина. И немножко древесной нотки. Ну, на первом месте здесь жасми. Потом где-то что-то такое цитрусовое. Ну, прям не сладкий цитрус. Я бы сказала, такой вот средний. То есть это не лимон, не мандарин. Это вот скорее апельсин. И где-то вдалеке такая немножко древесность. То есть аромат очень интересный. Аромат очень красивый. Мне очень он нравится. Да, вот сейвен он не сравнится именно по тому, что здесь нет тех типичных нот, которые я уже привыкла слышать вейвен. То есть вейвен есть в определенных ароматах такая-то нотка, в каких-то такая-то нотка. Здесь такого нет. Хотя жасмин вейвен тоже очень часто встречается. Но здесь он, вот эта смесь всего, она такая приятная. И действительно аромат очень яркий и очень классный. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставим пальчики вверх. Пишите, как вы вообще ароматы распределяете по сезонам, не распределяете, что вы любите осенью. Может быть, вы осенью любите что-то свеженькое, а может быть, наоборот, что-то тяжеленькое. Может быть, вам вообще все равно, как будет звучать аромат. Главное, чтобы он вам подходил и нравился. Пишите. Я постараюсь снимать чаще. Сейчас просто действительно нет времени. Тем более два канала. И, кстати, подписывайтесь, проходите в инфобокс, подписывайтесь на мой второй канал для тех, кто любит читать. А я вас всех люблю. Всем пока-пока.